Сварщик, сварщик, парень работящий. Дано два отрезка трубы, диаметр 159 мм, толщина стенки 8. Задача соединить, наложив три шва. Первым делом зачистка изделия. Изучив техзадания, конкурсанты начинают варить. Электродов по 19 штук набрата, времени полчаса на всех. Атмосфера рабочая, но немного нервная. Не каждый день приходится варить такие стыковые катушки. Как бы попроще. Конкурентов нет. Зато рабочее место оборудовано по последнему слову техники. Чем-то похоже на кабинку для голосования на выборах. Только внутри не урна с бюллетенями, а верстак, тиски и сварочный аппарат. В общем, вари не хочу. Судят, строже некуда. Потек металл или превышен зазор – штраф. Тут 40. Нет, 35. 35. Нормально, нормально. И это еще не все. После ВИК, визуально-измерительного контроля, образцы просвечивают рентгеном. Делается просвечивание на три пленки. Оценивается по каждой пленке количество дефектов. Каждый дефект стоит баллов. Эти баллы вычитаются. Впрочем, сварщики к точности привыкли. Такая работа. Это считается, да, что вот щиток одел и все. А как металл плавится, как что знать, чем варить, как варить, это все же надо знать. Так что это глубоко ошибается. Экзамены сдаем чуть ли не высшее образование. И таких здесь 30 человек. Все в профессии лет по 10 минимум. Площадкой для конкурса стали учебные мастерские Нижегородского политеха. А старт соревнованием дал министр промышленности и инноваций Владимир Нефедов. Заодно на пару с ректором НГТУ слегка прорекламировал сварочную профессию. Учитывая, что 91% в промышленности составляет предприятие обрабатывающих отраслей, профессия сварщика очень ценная. У этой специальности, как ни казалось бы, уже давней, но большое и будущее, с одной стороны. С другой стороны, это и высокая заработная плата у рабочих сварщиков. Этапов в конкурсе два. Практику участники уже отработали. На очереди сдача теории. В итоге, кто лучше всех сварит и ответит на вопросы теста, тот и станет первым среди равных. Кирилл Антоневич, Ренат Бигбаев, Объективно, ННТВ.